друзья всем привет сегодня покажем какие автомобили купили за да не только за выходной вообще какие автомобили купили возьмем наверно 3-4 автомобиля и видео начинается с замечательного автомобиля это honda honda shuttle с родным аукционным листом четыре с половиной балла он бьется по статистике родной пробег 55000 у автомобиля у него не робот руль обычный мультируль мультируль работает автомобиль полностью проверен буквально пять минут назад по сканеру по подвеске вопросов на данном автомобиле данном автомобиле нет автомобиль не ржавый стоимость автомобиля 855 тысяч рублей он установлен туманку туманки ставили уже здесь штатные литые диски в принципе неплохая летняя резина автомобиль не биты не крашеный меняных там замененных элементов деталей на автомобиле на автомобиле нету сейчас скинем фото видео отчет о данном автомобиле камера заднего вида есть и данный автомобиль будет рекомендован покупки единственные вопросы да это вот по багажному отделению но вот это это можно все это можно все поменять автомобиль не ржавый шаттл 15 год 15 год 855 тысяч рублей друзья это еще не минивэн это не гибрид поэтому переключаться еще рано интересной впереди небольшая вставочка кейкар дайхо цемира с таким же расходом топлива как и гибридные версии автомобиля 49 лошадиных сил объем двигателя 07 это один из самых хороших самых надежных самых дешевых кейкаров стоимости таких автомобилей начинаются где-то 280 тысяч рублей и выше но нормальный экземпляр будет стоить примерно как как данный автомобиль данный автомобиль стоит 300 по моему 318 тысяч рублей отдали за него он больный 27 тысяч пробегу он не битый не крашеный да есть какие-то маленькие нюансы по кузову хорошая летняя резина штатные колпаки комплектация по комплектации особо там разновидности комплектации здесь нет есть допустим с подголовниками есть зеркала складываются есть не складываются ремкомплект на месте швы герметик идет все заводское есть автомобили 4 воды есть есть передний привод посмотрите сколько места сзади вот реально я всегда поражался с данного автомобиля кстати здесь салончик чистенький его почистили вот на данный момент когда смотрели автомобиль конечно вы не представляете что с ним было не представляете но почистили почистили смотрите я со своим ростом сел назад назад у меня коленки даже не упираются никуда и сейчас покажу сколько место у водителя рули это обычный пластиковую говорю комплектация комплектация идет простенькая вот я сел со стороны водителя посмотрите сколько места в данном автомобиле пробег 27000 это настоящий родной пробег автомобиля климат-контроль климат-контроля нету есть просто есть кондиционер автомат камеры заднего вида тоже на автомобиле нет солнцезащитные козырьки даже есть зеркало со стороны водителя однозначно тоже тоже зеркало есть вот такой знаете неприхотливый автомобиль не по двигателю не по подвесочке и кстати он он ездит довольно таки быстро данного автомобиля идет электронный электронный спидометр вот ну сильно растягивая видео не будем просто смотрите вот газку даю как бы реально автомобиль быстренько набирает скорость сейчас все по трассе покажу и будем переключаться ребят будем переключаться на другие автомобили но никак и на другой канал вот смотри едем в гору газ даю до автомобиль он реально воет но тем не менее он тянет вытягивает ездили на такого автомобиле 150 150 и 170 километров вот уже кто-то кто-то только что впоролся ладно переключаемся на другой автомобиль так друзья вот собственно вот этот автомобиль до про которого мы говорили это honda odyssey honda odyssey автомобиль 2016 года выпуска гибридная гибридная версия посмотрите то сразу выделяется знак honda камера сонары везде хром то есть туманки окантовка в хроме бампер окантовка тоже идет в хроме фары идут линзы стоит не штатная но очень красивое литье практически новая летняя резина посмотрите в каком она состоянии лобовое стекло родное повторители боковые двери идут электро и бесключевой доступ ручки идут тоже в хроме и вот здесь у нас идет хромированная накладка то есть поверьте из толпы да из потока автомобилей из потока автомобилей на данном автомобиле вы будете выделяться и так комплектация абсолют полноценный гибрид к сожалению не удастся вам показать все скажем так полноценно салон да потому что машина пробежная и предыдущий в собственник купил новому собственнику колеса комплект колес плюсы покупки пробежного автомобиля да я вам сейчас покажу во первых ну не знаю стоит уже литье стоит резина хорошая потому что многие автомобили продаются с тем не очень хорошей резине стоит уже сигнализация в автомобиле идет два ключа боковые двери можно открыть открыть брелка также стоит иммобилайзер и полноценная хорошая сигнализация лежат уже коврики и чистые до которые такие популярные третий ряд сидений здесь идет кожаная вставка прикуриватель и даже вот тканевая тканевая вставка идут airbag и дуйки сверху по две дуйки с левой стороны по две дуйки с правой стороны также для второго ряда сидений управления печкой пойдемте посмотрим на второй ряд сидений ну и просто просто посмотрите внешний вид автомобиля согласитесь шикарного смотрится стоимость автомобиля сейчас вам скажу миллион по моему миллион пятьсот семьдесят тысяч рублей значит сидушки такие идут массивные с кожаные вставками и видите какие японцы молодцы здесь на каждом регуляторе показано да что что нам двигать чтобы допустим опустить спинку там подвинуть сидение сделать еще что-то идут такие массивные подголовники по два подлокотника подставка идет такая для ну пойдемте с ней раз другой стороны зайдем там будет более лучше видно также датчик при столкновении а кстати машина идет с регистратором то есть опять же до плюсы покупки пробежного автомобиля здесь тоже у нас коврики идут по всему салону место место кстати сидений ездит вперед-назад поверьте здесь место достаточно итак передний ряд сидений дверная карта ну добротно так смотрится пластик конечно есть но такой знаете вот такой не не самый конечно дешевый здесь идет тканевая вставка здесь у нас идет под кожу аэрбэги пищалка обдув стекла коврики смотрите да вот коврики они везде они крепятся на липучках зато грязи в автомобиле ну реально грязь попадает сюда нам много меньше сиденья с кожаной вставкой давайте присядем посидим посмотрим сколько здесь место ну поверьте место много то сел как знаков джип что ли такой полноценный полноценный семейный минивэн с небольшим расходом топлива еще на гибрид представляете вы сюда посадите раз два три 4 5 6 6 человек да там можно не знаю людей там большой комплекции посадить и у вас автомобиль он будет кушать вообще не знаю просто по минимуму бардачок автоматический стеклоподъемник кстати сзади установлены шторки здесь у нас идет с подсветкой также подсветка очочница можно сделать так и наблюдать за задними пассажирами ну и переместимся с вами кстати подсветка у нас идет из двери открыли загорается подсветка на место водителя идет кожаный руль сиденья водительской идет электро все включается все работает отключение дверей открывания двери отключения датчиков здесь у нас подстаканник регулировка зеркал климат-контроля кстати знаете многие спрашивают не климат-контроля кондиционер если в машине кондиционер ребят практически во всех японских автомобилях да не практически наверно во всех кондиционер кондиционер в автомобиле есть вот здесь идет просто широкий подлокотник не зная полно зал бы столиком да здесь идет бардачок тоже вам просто большой вот здесь у нас идет такой столик вот видите два телефона сюда без проблем как бы влазят выезжая два подстаканника здесь у нас один юсб порт 2 стоит во втором стоит заглушка что он еще показать интересно больше здесь такого как бы ничего нет сейчас автомобиль он заведенный видите написанные в эту он работает на батарее поршневая группа у нас не работает вот автомобиль стоит топлива на данный момент он не расходует есть мультируль управление круизком контролем движения по полосе камера заднего вида тоже у нас есть ну и также можно включить камеру переднего вида очень удобно очень удобно парковаться кнопка старт ну давайте начнем движение немного по моим стекла хотелось бы уделить внимание немного музыку потише про расход топлива на данном автомобиле смотрите на данный момент на 1 литр на 1 литр мы проезжаем с вами практически 16 километров то есть 15 и 7 как вы считаете для минивена это много или мало я считаю для минивена это сущие там пустяки да для полноценного минивена и поверьте автомобиль автомобиль он тяжелый то есть это не просто там какая-то легковушка типа фита типа фита или какой-нибудь аквы ощущение от езды конечно здесь великолепно да это honda да она в меру жесткая но ты едешь и не знаю как наверное с чем сравнить прям ребят реально шикарно великолепно и обзорный то есть широченное лобовое стекло она и широкая но и высокая вот эти боковые стекла не добавляют обзорности представляете едем едем на гибриде то есть автомобиль действительно кстати коснусь еще такой темы небольшой не то что тема буквально минутка многие не знают что такое полноценный гибрид ребят полноценный гибрид еще раз повторяю когда машина когда dvs автомобиля до поршневая группа она не работает и автомобиль едет на батарее за счет этого конечно огромная огромная экономия топлива в общем едем развалочку и поверьте на дороге на этом автомобиле на дороге вас действительно действительно заметят здесь идет полноценный адаптивный круиз-контроль датчик движения по полосе то есть ну проверять мы это сейчас не будем потому что в городе особо не показать да как работает круиз-контроль но поверьте он работает и движение по полосе здесь тоже работает что такое адаптивный круиз-контроль просто в двух словах выставили себе определенную скорость выстроили за передедущим автомобилем убрали ногу с тормоза с газа и автомобиль будет сам ехать сам останавливаться сам тормозить вот так же при движении не при движении при уходе с полосы автомобиль несколько раз он будет возвращаться на свою полосу чем друзья сделали вот такой мини обзорчик замечательного автомобиля honda odyssey полноценного гибрида 2016 года выпуска вот не переключайтесь сейчас идем забирать не менее интересный автомобиль и сейчас вы увидите что это за автомобиль это у нас toyota sienta в синем цвете туманки сонары летняя резина без литья лобовое стекло тоже здесь родное хорошая комплектация машина аукционная можно сказать не бита не крашена есть небольшой нюанс есть небольшой нюанс по подкрасу левого крыла вот этот отрезок он здесь подкрашен но страшного там ничего не было там была небольшая вмятина какие-то царапульки тоже минивэн три ряда сидений особенность этого автомобиля камера заднего вида есть третий ряд сидений смотрите он прячется под второй ряд сидений для давайте разложим немного чтобы было представление электро дверь машина ну такая как бы против по салону ничего не могу сказать небольшая химчисточка конечно не помешала бы данному автомобилю то есть вот таким образом поднимается сидушки 2 ряда сидений там по-хорошему конечно первый ряд нужно немножко отодвинуть и вот так вот утягиваются у нас с вами третий ряд сидений вот таким вот образом сидушки у нас никуда они не ездят все сложим вот эту сидушку что вы примерно понимали сколько там место разложили зато второй ряд сидений у нас ездит вперед назад ребята что там место то что там место очень много такого сказать не могу то есть ну наверное наверное только детям взрослым согласитесь будет здесь комфортно зато удобная трансформация салона можно сделать раз два три 4 5 6 место и будет будет еще багажах здесь у нас ниша компрессор аккумулятор эти герметик шов шов идет заводской колонки подстаканник ну естественно ремешки для третьего ряда сидений внешний вид автомобиля правая дверь у нас тоже идет электро по месту ну на втором ряду сидений в принципе место нормально то есть будет комфортно если я сейчас подвинусь вперед до вперед чтобы на третьем ряду освободить место естественно мне уже будет немного некомфортно это был не подбор автомобилей это был штучный осмотр бесключевой доступ ведь есть как определяется бесключевой доступ есть две полосочки значит есть бесключевой доступ вот закрыл машину чтобы открыть машину получается нужно подойти к автомобилю машину у нас открывается ключ находится у меня в кармане здесь тоже нужна небольшая такая приборочкой сидение у нас регулируется вверх вниз спинка откидывается также есть подлокотник для водителя климат климат стаканник белый салон белый салон это конечно хорошо это красиво но со временем конечно же он будет требовать внимание кожаный руль мультируль автомобиль заводится с кнопки датчик при столкновении открывания закрывания электро дверей регулировка зеркал ну рулю такого плана немножко конечно он подтёртый пробег на автомобиле ребят родной пробег 90 тысяч принципе это нормально адекватный пробег для гибрида установлены японские я так понимаю регистратор но он не подключен его можно будет его можно будет подключить тоже гибрид тоже гибрид но в данный момент dvd с у нас работает работает поршневая группа сейчас автомобиль можно сказать вот только завели сейчас немного прогреется под набьется батарейка и автомобиль будет работать у нас на батарею вот о чем я говорю он поработал немного все кстати ручник здесь нужен ножной автомобиль немного поработал и перешел в режим работы на батарея сейчас посмотрим как он ведет себя немного по дороге конечно с одиссеем он не сравнится сегодня такое небольшое сравнение минивэнов минивэнов ну и карточек ладно но тем не менее тоже то есть по характеристикам нету вот этого ствол виде какая ямка у нас такая ну как бы не то конечно не то одиссей он такое в развалочку идет но тоже нету там стука там знаете вот реально садишься есть такие машины как табуретка там стучит гремится нет такого нету как бы не особо наверное продумано шумоизоляция в данном автомобиле но плохого сказать ничего не могу здесь идет естественно это пластик но он тонко знаете как мягенький такой идет вот по обзорности но немного не хватает обзорности вот по с правой стороны и с левой стороны потому что нет у нас стеклышек вот эти вот так выезжаем ну не мешало бы не мешало бы чтоб тут конечно были стекла ладно по динамике ну любой автомобиль да абсолютно любой автомобиль который гибридный он едет но динамика намного лучше чем у не гибридного автомобиля вот едем едем в принципе до 80 80 90 100 километров набирает набирает он неплохо дорогу принципе тоже автомобиль держит уверенно особо у нас не разгуляться по городу время такой пробки начинается вот под набила до 15 7 кстати данные автомобили они есть как гибридные есть не гибридные также есть автомобили 4 воды пользуются они это что пользуются да они вот на данный момент они начинают пользоваться популярностью потому что ну вот именно гибридные версии да потому что не каждый минивэн да мне каждый минивэн есть в гибридном исполнении напишите в комментариях какие аналоги показывали сегодняшний одиссей но он конечно дорогой и это такие штучные экземпляры на авторынке тем более вот этот автомобиль сегодняшний одиссей он был пробежный мы по стоимости тоже то есть данный минивэн стоит 855 тысяч рублей адекватное состояние кузова подкрас одной детали нормальный пробег нормальный пробег я считаю то что это нормальная стоимость автомобиля ну и как бы комплектация не бедная комплектации электродвери и климат и датчики при столкновении все есть друзья ну на сегодня все будем заканчивать показали вам автомобили которые которые действительно вы покупаете наверное сделаем прям такую отдельную рубрику да она у нас есть уже не то что рубрика периодическим вам показан какие автомобили покупаете именно вы подписчики но прям будет такая рубрика будем сниматься будем стараться снимать их чаще вот поэтому не забываем подписаться на канал палец вверх на сегодня все всем пока